Первая говорящая Чихуахуа Софи Унылая пора, очей очарования, приятна мне твоя прощальная краса Люблю я пышные природы и увядания, погреться в зо... Одеты те лица Все-таки нет, не люблю я осень, даже в Таиланде осень не очень приятная штука И спать все время охота Ну что ж, привет, с вами первая говорящая собака видеоблогер Чихуахуа Софи И сегодня мы поговорим на актуальную для этого времени года тему клещи Поехали! Клещи это подкласс членистоногих из класса паукообразных В настоящее время описано больше 48 тысяч видов Это кровососущие насекомые Длина до укуса обычно составляет 2-4 мм После укуса может достигать 5 мм и больше Слой щит цельное или разделено на две части Клещи вызывают и передают болезни человека и домашних животных Помните, клещи очень опасны Ладно, не будем о грустном Мы можем хоть как-то себя предостеречь Период Вообще клещи появляются с апреля по октябрь Внимательнее нужно быть в течение всего этого периода Пики заболеваемости Пики заболеваемости болезнями от клещей приходятся на май, июнь и август, сентябрь Важно не забыть об опасности, которая подстерегает ваших пушистых друзей на улице, на природе и в городе тоже Укус клеща может заразить ваше животное Бартенеллезом, эрлихиозом, барелиозом, гемобартенеллезом, болезнью лайма и одним из самых распространенных и опасных заболеваний Бабизиозом или пироплазмозом С весны по осень практически по всей территории СНГ начинается сезон заболеваемости пироплазмозом Это смертельно опасное заболевание, переносимое иксодовыми клещами Хотя эта болезнь довольно хорошо изучена и даже есть высокоэффективные средства для лечения Пироплазмоз, к сожалению, обычно заканчивается летально И происходит это чаще всего из-за того, что животное доставили ветеринарную клинику слишком поздно На заметку Возбудители болезни – одноклеточные паразиты пироплазмы Пироплазма находится в слюнных железах клеща и при укусе попадает в кровь собаки Пироплазму паразитируют в эритроцитах, разрушая их Организм не справляется с распадом эритроцитов и выделением большого количества гемоглобина Образуются токсические продукты распада, страдают печень, почки, селезенка Может возникнуть гипоксия мозга, что вызовет тяжелейшие последствия Владельцам животных нужно обязательно заботиться о профилактике, знать о признаках заболевания и первых мерах помощи при укусе клеща Итак, поехали! Профилактика Препараты Сейчас продается много различных средств против клещей собак Ошейники, спреи, изо шампуни и так далее Но я считаю, что все это малоэффективно И лучший способ – это капли на холку Покупая их, следует обратить внимание на то, чтобы они предназначались именно от клещей Срок действия таких капель составляет обычно дней 30, после чего необходима повторная обработка Также обычно нельзя мыть собаку за 3 дня до капания капель и 3 дня после Многие препараты не действуют только потому, что их неправильно используют Обязательно обращайте внимание на срок годности, целостность упаковки и инструкцию на русском языке Очень важно соблюдать дозировку, поэтому внимательно читайте инструкцию Там будут все подробности по необходимому количеству препаратов в зависимости от веса Через сколько дней он начинает действовать после использования, а также как правильно наносить средства и куда Большинство капельных препаратов неплохо справляются с клещами Но вы никогда не можете быть уверены окончательно, что препарат защитит от клещей на 100% Поэтому не забывайте соблюдать следующие пункты профилактики Тщательный осмотр Самое страшное, это не обнаружить паразита вовремя, ведь вероятность смертности при отсутствии лечения составляет 98% Обязательно внимательно, тщательно осмотрите своего питомца после каждой прогулки на предмет клещей и хорошо вычесывайте шерсть Обычно клещи нападают во время прогулок в местах, где есть трава, кустарники и другая растительность Если клещ только что прикрепился, его размер не больше булавочной головки Но насосавшись крови, он может стать размером с крупную фасолину В какие места чаще всего кусают клещи? Уши, за ушами, место у висков, на веках глаз, переносица, подмышки, живот, между пальчиков собаки Иммунитет Повышайте иммунитет, правильно и хорошо питайтесь, следите за здоровьем в целом, занимайтесь физической активностью, играми и дрессировкой Наблюдение Обязательно наблюдайте за общим состоянием собаки Собака должна вести себя как обычно, кушать, играть, общаться, ходить в туалет Если вы замечаете странное поведение и симптомы, о которых я расскажу далее, обязательно и главное быстро обращайтесь к врачу Симптомы клещей у собак Повышение температуры с нормальной 37,5-39 до 40-42 градусов Слабость и вялость Потеря аппетита В месте укуса может появиться зуд и собака будет чесаться, тереться разные предметы или кататься по полу Иногда возможны примеси крови в моче Темная моча или моча бурого-коричневого-красного цвета Пожелтение белков глаз и видимых слизистой Отдышка Собака падает на задние лапы, затрудненная походка Как правило, укус клеща не вызывает симптомы и не влечет никаких последствий, если он был быстро и своевременно удален В случае же обнаружения тревожных симптомов заболевания после укуса клещом собаки, заниматься самолечением не следует Нужно немедленно обращаться к специалисту Если все-таки вы нашли клеща на собаке Вот такой он маленький Этот клещ еще не впился, и ему потребуется приблизительно минут 15, чтобы впиться и начать сосать в кровь Пока он просто ползает и ищет мест, и его нужно убрать Но я показываю его вам, чтобы вы видели, как он выглядит не просто на фото, а в жизни, как двигается и как он маленький Не каждая собака заражается, если ее укусит клещ Но вы никогда не знаете, заразный он или нет Поэтому ваша главная задача, если все-таки укус состоялся, внимательно наблюдать за здоровьем питомца И несколько раз в день измерять температуру в течение 10 суток Течение болезни острое, может быть хроническое, а также сверхострое, когда собаки погибают в считанные дни Поэтому при обнаружении первых симптомов надо немедленно обращаться к ветеринарному врачу для подтверждения диагноза Только сдав анализы, убедившись во всем, можно приниматься за лечение Не занимайтесь самолечением Как вытащить клеща у собаки в домашних условиях В первую очередь обработайте насекомое маслом, бензином или вазелином Можно даже машинным маслом в крайнем случае, оно более вязкое Это закупорит у паразита дыхальца и он начнет задыхаться и ослабит хватку Затем его нужно вытащить Используйте пинцет или специальные щипцы Спустя некоторое время, секунд 10-20, аккуратно выкрутите клеща пинцетом против часовой стрелки На крайний случай это можно сделать и пальцами, если ничего под рукой нет Некоторые пользуются удавкой из нити Цепляясь ей за шейку клеща, аккуратно выкручивают против часовой стрелки Главное не делайте это рывком, не тяните Очень важно не переломить шейку Если сам клещ оторвется, а головка останется в теле животного Это может вызвать воспаление и нагноение впоследствии После того, как вы удалите паразита, обязательно обработайте место укуса спиртовым раствором или йодом Ну что ж, берегите своих собак, любите, заботитесь о них, следите за их здоровьем С вами была первая говорящая собака, видеоблогер Чихуахуа Софи Подписывайтесь на мой канал и мой инстаграм, вступайте в мои группы вконтакте Смотрите видео, ставьте лайки и будет вам счастье, пока-пока Ой, показалось ползет кто-то После этих ужасных картинок, Софи, мне вообще кажется, что клещи везде Да, уж мне самой не по себе Мне теперь кажется, везде ползают клещи Эйвен, успокойся, мы обработаны Ты сказала не сто процентов Я теперь должен быть на чеку все время Эйвен, хватит, пожалуйста Везде могут быть, везде